друзья привет с вами роман стикс сегодня поговорим про очень интересную программу которая называется hit and mix infinity я постоянно вот в последних видео у меня они как-то так получается что все насчет каких-то уникальных новых возможностей и эта программа одна из таких которая дает вам очень интересные новые возможности возможности эти связаны с тем что вы можете влезть внутрь уже смиксованного трека и сделать с ним манипуляции которые совсем недавно вообще не представлялись возможными итак в этом видео я покажу одну из возможностей этой программы а именно как уже в сведенном треке сделать собственно говоря бэк-вокал для примера я использую трек который в курсе по созданию электронной музыки сделал андрей жаворонков если кстати вам это будет интересно вы можете тоже посмотреть курс и научиться делать такую музыку и так я открываю готовый сведенный вов программа меня спрашивает как я хочу проанализировать этот файл что это это вокал гитара бас или комплексный трек вот я выбираю general то есть это комплексный готовый микс нажимаем кнопочку rip происходит анализ программа обладает уникальными возможностями поэтому анализ трека длится в общем-то какое-то время то есть это не происходит сию секунда ну понятно что я сейчас это для ускорения промотаю пока программа занимается анализом файла давайте я вам вкратце расскажу что же может делать эта программа но смотрите вы можете взять комплексный микс и внутри него работать почти так как будто бы это мультитрек то есть мы можем менять громкость отдельных нот мы можем даже потюнить вокал в уже сведенном треке мы можем добавить туда какие-то звуки мы можем из другого трека тоже из сведенного микса можем взять какой-то звук и вставить в наш трек мы можем извлечь отдельно акапеллу мы можем извлечь отдельно какие-то другие элементы какие-то другие инструменты мы можем менять ритмику отдельных инструментов можем их копировать вставлять то есть программа дает нам такую свободу которая обычно доступна только для мультитрека помимо всего прочего можно программу использовать на стадии мастеринга к примеру можно удалить шумы уже из существующего микса или внутри микса поменять баланс вы представляете себе то есть вот в сведенном файле к примеру какой-то инструмент звучит тихо или проваливается какой-то там вокальный кусочек мы можем поднять отдельно его громкость или же мы можем удалить какой-то шум может быть просто посторонний звук какой-то в запись попал мы можем только его удалить то есть программа будет полезна и для тех кто делает ремиксы и для тех кто занимается мастерингом и для тех кто ищет чего-нибудь креативного то есть вы можете взять я не знаю оркестр каких-нибудь сороковых годов отдельно оттуда вытащить какой-нибудь инструмент и вставить свой трек то есть это поразительные возможности которых раньше просто технически не было а еще благодаря тому что программа извлекает из готового микса отдельные партии это отличная программа для изучения того как созданы другие треки то есть вы можете увидеть какие партии звучат в каком диапазоне где поет голос и так далее то есть это просто нахождение на самом деле для многих многих задач и так вот у нас проанализировался трек давайте посмотрим как он звучит смотрите что сделала программа программа разбила трек на слои их теперь можно услышать отдельно вот примеру есть отдельные ноты которые из другого слоя это все можно тоже поправить дальше вот отдельно партии которую он определил либо же мы можем при нажатии вот на все что определила программа слышать что это за определенный сегмент кстати говоря вот масштаб можно менять вот так на клавиатуру тоже можно нажать вот так вот делать либо с кнопкой shift и колесиком мышки можно вот так вот тоже менять масштаб и так давайте сделаем собственно говоря гармонии вот к этому вокалу и так прослушаем его и вот допустим вот эту фразу я хочу гармонизовать но для того чтобы гармонизовать эти ноты нам нужно определить по какой гамме все это здесь расположено для этого я просто выделяю все вот я выделил все сегменты и здесь вот выбираю просто detect и вот он мне определяет что до диез либо ребемоль мажор в гамма подойдет итак теперь мне нужно выделить те ноты которые я хочу собственно говоря гармонизовать допустим вот эти я нажимаю control-c нажимаю control-v создаю новый слой и вот эти ноты у меня на этом новом слое уже теперь теперь я просто стрелочкой вверх на клавиатуре поднимаю ноты выше послушаем что получается класс причем из-за того что я копировал эти ноты на отдельный слой я могу их сделать тише громче то есть я могу бэки вот чуть прибрать послушаем или еще потише сделаем back нет так пожалуй даже вот так вот наверное класс давайте еще одну фразу гармонизуем ну вот допустим так вот я нашел нужные мне ноты выделяем их нажимаем control-c control-v ну и также двигаю их наверх слушаем класс может быть вот эти нотки я бы сделал погромче я могу не весь слой делать громче а выделить только эти ноты и я могу их сделать громче вот где заходим сюда в эффекты вот здесь вот ищем волю и просто делаем погромче вот этой стрелочкой наверное вот эту нотку я пропустил я ее сейчас тоже скопирую вставлю на этот вот слой вот вот так вот правильнее было да там ни одна нота не запечаталась все вот посмотрите насколько быстро мы сделали бэковые фразки вообще уже в сведенном треке это просто ну я не знаю фантастика здесь есть на самом деле очень большие возможности вот например давайте найдем еще что-нибудь какой-нибудь звук вот допустим здесь мне нужно что-то спанорамировать пожалуйста я захожу в эффекты пожалуйста выбираю стерео пеннинг и здесь вот допустим эту фразу левее да а вот эту допустим правее то есть мы влезли внутрь микса сделали панорамирование точно также можем сделать какую-то другую манипуляцию добавить вибрацию убрать вибрацию то есть все что мы вот здесь вот видим вот вибрато да например этому усилили сейчас вибрато да то есть можно уменьшить ну так нам не надо конечно но это я просто банк но вы видите эффектов здесь много можем взять здесь форманту поменять допустим да вот shift форматный подняли формантов точно также мы можем из другого микса что-то вытащить и вставить сюда то есть между различными рипами так называемыми можно копировать звуки то есть мы можем выделить что-то здесь вот какие-то какие-то нотки и соответственно их вставить ну вообще например свой секвенсор да допустим нам это для чего-то нужно можем зайти файл экспорт и соответственно здесь выбираем что мы и куда экспортируем то есть может быть это целый трек может быть selection вот выделенный только какой-то участок экспортируем в вов и пожалуйста пользуемся этим как сэмплом то есть вы понимаете да помимо того что мы можем работать с звуками спичем мы можем переключиться в режим работы со звуками без питча и здесь вот допустим уже спектрально наблюдать какие-то вещи вот допустим нам что-то вот здесь нужно удалить шумовое пожалуйста мы это услышали можем нажать дилет и соответственно вот мы стерли часть железо часть шума точнее шумового эффекта но я это верну то есть это можно делать для удаления из трека каких-то шумов то есть мы можем найти что-то да что нам допустим мешало и соответственно это удалить например вот допустим вот этот вот даун шифтер нам не нравится вот берем и удаляем а нет он питчевый это уже в питчевом звуке вот он можем удалить здесь все это редактируется то есть сейчас это я просто для примера то есть выдающаяся программа позволяющая нам производить вот такие манипуляции то есть менять питч любых нот ритмику пожалуйста можем менять вы можете самостоятельно побаловаться с программой понять для чего она вам может быть нужна просто попробуйте демо которые вы можете найти на сайте hit and mix.com сегодня я показал лишь маленькую маленькую часть ее возможностей на самом деле они гораздо гораздо шире то есть там можно прописывать микродинамику внутри там каждого сегмента можно я не знаю заменять кусочек инструментальной части например вокалом то есть вообще можно сделать полную дичь напоминаю что продакшн трека который вы сейчас слышали вы можете изучить в курсе андрея жаворонкова который называется курс создания танцевальной музыки вы его можете найти на нашем сайте онлайн мастер класс точка ру и кстати говоря недавно андрей выпустил новый курс в котором он разбирает трек который уже набрал более полмиллиона просмотров на спотифай вот пожалуйста это трек проекта фанк машин называется он in my arms обязательно зайдите на наш сайт и послушайте сам трек он кайфовый и если вам интересно как он был сделан пожалуйста приобретайте курс изучайте я думаю что я сделаю еще один ролик про возможности программы infinity а может быть даже не один так что увидимся в новых видео пока пока